так продолжаем а сейчас мы пойдем в таверну наверно Отсюда. Где мне найти других покосников? У нас был лоббий около забега. Мы только тут в первой анализе. Но я не знаю. Остался он только. Я вам желаю наберем воли. Пофиг. Ясно. Вы понравились? По правде говоря, да он не плохой местечко. Мне понравилось. Что ж, попробуй. Может быть, это сборочка. Так и не будет. Поверяю. Если за ней легче не будет. Ммм, не знаю. Так сходу и не скажешь. Но, думаю, для начала, тебе стоит вручеров добыть какой-нибудь охотничий доску. На кого-то в пятках, Что на тебе надет? Парни, скорее всего, примут тебя за обычного ворвана. И никто даже не станет с того, как дела. Я знаю, только одно другое. Торговца басплит. Только у него это. Радует для того, чтобы он издал тебе есть. И вот он начал. Ступи. Просто так, не видит никому. Он сегодня успеет. Ну, а как-то вступишь, Так что они уже куда-то. Стать. Я свой так. Так что вот. Думай, как теперь поступать. А так. Да не за что приятел. Всегда рад помочь. Нас в городе было двое. До недавнего времени. Со мной был мой друг Тракар. Превосходный охотник. А где Тракар сейчас? Да. Не спрашивай меня, что было дальше. К тому времени я уже издал. Я помню, как Тракар говорил что-то о том, что собирается добыть несколько косяков из болотной травы. Стерков? Нет. А где можно найти косяк из болотной травы? Здесь, в порту. По крайней мере, мне так. А ты не искал его? Нет. Но я сообщил об этом ополчении. Они его пока не нашли. Надеюсь, его не сожрали вовки или еще кто-нибудь похуже. Я боюсь, что однажды на охоте я найду его изуродованный труп. Я этого не вынесу. Ты можешь научить меня? Я могу научить тебя, Крак. Так. Почему? А что ты знаешь? Я имею в виду, ты... Нет. Тогда Орчинка выйдет и не стой. Возвращайся. Могу я выйти? Если у тебя есть деньги, ты здесь можешь даже поедать. Покажи мне. Как идут деревья? Да, не спрашивай. На вид ко мне про то, что стоит. Хе-хе-хе. Мне так взять хотя бы. Но клиент мне выбирает все, что мне удалось. Может, я смогу как-нибудь привлечь костюм? Каким образом? Силком, что ли, их сюда притащишь? Мир наливает пиво совершенно бесплатно. Они же, в конце концов, не полные идиоты. Но ты, конечно, можешь попробовать. Хе-хе. Если у тебя получится увеличить количество посетителей в моей таверне, я лично готов отвалить тебе три... эээ... Нет. Две бочки с пивом. Договорились. Тогда можешь уже начинать... Ты... Эээ... Сумасшедший. Тебя ограбили? Да, некоторое время назад. Тем вечером было довольно людно, и я только и делал, что разносил пиво. От стойки я надолго не отлучался, но этим подонкам хватило и небольшого времени. Я рассказал о краже ополчению, но они, конечно же, никого не нашли. Эти лентяи предпочитают накачиваться бесплатным пивом. Что ты знаешь о пропавших людях? Я слышал, что многие из них пропали в районе порта. Неудивительно, если учитывать, что там творится. Пропал даже ученик плотника Торбена из нижней части города. Хакон, один из рыночных торговцев, рассказал мне очень странную историю. Он говорил, что каждый день он встречал одного парня, а потом тот словно исчез с лица земли. Хакон даже обратился в ополчение. Горожане начинают паниковать. Не понимаю, почему это происходит. Думаю, все это чиклуха. Жизнь в Каринсе непростая, но за воротами еще опаснее. Те, кто не остается в городе, рано или поздно попадет в руки к бандитам или зубы к диким животным. Все просто. А что там насчет Валентина? Он богат до неприличия. И ему не приходится работать. И он рассказывает об этом всем подряд. Хочешь ты его слушать или нет, он бьет как конь и всегда остается до самого утра. А потом, шатаясь, отправляется домой в верхний квартал. Так происходит каждый день. Как мне попасть в верхний квартал? Ты должен стать гражданином. Лучше всего наймись к одному из... А если этого будет недостаточно, отправляй. Возможно, он примет тебя в ряды ополчения. Это... Тихо. Убери оружие! Убери оружие! Ух! Ух! Жора говорит, что ты украл его деньги. Черт, ясно. Не так уж и быстро он бегает. Что тебе нужно от меня? Ты украл кошелек у Джора средь бела дня. И он даже видел, как ты сделал это. Поэтому я пришел сказать тебе, что ты грязный вор и что... И теперь ты расскажешь мне, кто ты такой. Я просто бедный человек, пытающийся свести концы с концами. А что еще мне делать? Я не могу найти... Хорошо, я понимаю. Хватит. Тебе лучше вернуть золото Джорой. И немедленно. Вот золото, парень. Ну теперь отпусти меня. Я буду... Я должен сдать тебе ополчению. Что еще тебе? У меня ничего не осталось. Вот. Почему я должен отпустить тебя? В городе никогда не помешает связи с нужными людьми. И хорошие отношения с ними. Я мог бы замолвать словечко за тебя. Я не могу и не хочу говорить больше. Решать тебе. Проваливай. И чтоб больше я тебя здесь не видел. Ты не пожалеешь об этом. Спасибо, парень. Я не могу. Эй, тебе нечего здесь делать. Понятно? Кто ты такой? Это не твое дело. Главный. Эй, этот склад находится в моем ведении. Понял? Продолжение следует... 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 так стопаем как же сделать я даже не знаю раз взгляд люди расскажи мне что тебе из первым пропал один из городских работ один прекрасный день он просто не вернулся из плавка сначала мы подумали что его вместе найти так пока месть все сейчас начнется